Всем доброе утро! Дети в машинки играют. Мы сейчас ждем мастера, который будет нам отделать на чашной потолок. И, девчонки, я прочитала комментарии все ваши под прошлым влогом. Писали, что надо было вот здесь вот тоже покрасить. Вот здесь, да, сейчас докрасим. Тогда что-то, я не знаю, сразу не догадались все сделать в раз. Сейчас докрасим. Краска осталась. Я надеюсь, что она прокрасится здесь. Здесь, правда, бетон. Ну, посмотрим. Попробуем. Попробуем. Вот здесь на боковушечке. Если нормально будет красить, все, докрасим. И все. Потому что писали обои, наклейки обои, да, они все равно высохнут от жары, от нагрева батареи и отвалятся. Писали, вот вы стол поставили, а потом снова будете двигать, красить. Ну, к нам и так, и так его все убирать. Так и так лучше убрать его. Сейчас придет мастер, чтобы он ему не мешал, моего все равно в следующую комнату вытащим. Так что сейчас там покрасим. Потом с подоконника все уберем, будем мыть. И стены. Стены у меня моющие. Стены потом тоже будем влажной тряпочкой протирать. Ну, пыль от потолка все равно, мне кажется, будет. Они сверлить же будут. Дальше. Здесь это я мешки, мешки положила хотя бы под стремянку. Попрошу, чтобы они стремянку на эти мешки поставили, чтобы на всякий случай не продавить линолеум. Дальше здесь вот мы купили карниз. Вот такой вот это два метра, знаете, которая с этими скруллами. Это, да, вот так будет. Вот сюда, сюда будем развешивать. В общем, пол сделали. В некоторых местах все равно немножечко чуть-чуть скрипит, потому что не так-то просто его сделать. У нас такой еще пол деревянный был. Он, знаете, он стелится как ламинат. Вот этот пол, который вот эти деревяшки были, он был собран как ламинат. Вдруг в друга там в стык вставляются. Не просто вот такие. На той квартире у нас пол был просто доски друг за другом. А здесь вот именно стык-стык. Поэтому, Юра говорит, скрип все равно будет. Я сейчас пойду переоденусь, это я. Пойду переоденусь, я в халатике хожу. Все еще болеем. Так, ладно, стул надо вытащить будет. И вот они сейчас придут, потолок сделают натяжной и, как сказать, сразу мы после них покрасим. У нас линолеум здесь не приколочен, я имею в виду, здесь нет плинтуса. Мы его отодвинем и еще там вот говорят, что линолеум постелите. Да, туда тоже кусочек линолеума надо будет постелить. Ну ладно, все ждем мастера. Двери Юра, Юра сам двери здесь подпилил. Они сейчас открываются и закрываются, но мы здесь вот у нас вот порожек был такой с наплывом. Да, Юра его тоже убрал, чтобы можно было потом линолеум склеить. Мы клеили уже, как получается, линолеум. Здесь следующий будет линолеум, как стык-стык сделаем. Может быть, если не получится, то вот эти вот порожки продаются, да, вот эти металлические. Здесь Юра уже подрезал. Вот видите, здесь расстояние. Это для того, чтобы линолеум сюда затолкать, да. В этот раз делаем как положено. Сначала пол, а потом двери будем устанавливаться на линолеум. Линолеум нужно туда затолкать. Только что, в общем, сначала пол, потом потолок и двери. Потом уже здесь сделаем. Здесь немножко отдохнем. А в этой комнате тоже мы также будем пол делать. Потом, значит, обои. Обои нам надо поменять. И потолок тоже натяжной. Многие мне написали, что не надо было отрывать потолок. Но мы не везде оторвали там, где отрываются. Сказали, что это очень хорошая звукоизоляция. Что если не отваливается, то не обдирайте. Прямо писали девочки, что и мастера тоже говорили, что не надо снимать. Я, конечно, понимаю, что можно, может когда-нибудь вот эта вот плитка потолочная отпасть, упасть на, как получается, на потолок натяжной. Но мастер нам говорил, так это вот 5 минут работы. Вот это получается, потолок отодвигается, вытаскивается оттуда вот эта вот плитка. И то это когда-то, может быть, случится лет через 5, через 10. Ну тоже здесь также будем проверять. У нас здесь такой потолок в этой комнате странно. Вот так, а потом туда немножко разный. Как раз натяженный потолок лучше. Ой, болеем, болеем, герушка швыркает. Так что здесь тоже потом натяжной потолок и обои и пол. И в каждой комнате так. Ну все, ждем мастера. Потом покажу вам, что у нас получится. Ребята, еще делаем. Он вышел просто мастер. Вот покажу вам, как, как у нас будет сейчас вот этот, карниз прикручивали. Видите, немножко в шахматном порядке, потому что нам надо здесь над шкафом, вот здесь вот возле зеркала и над столом, а здесь дальше, чтобы он мог открыть книжку, почитать. В общем, вот так вот. Классно. Классно-классно. По цвету, но здесь ты будешь жить, а мы сейчас это попросим, чтобы он у нас тоже померил в нашей комнате. Сделал 6 светильничков. Нормально будет. Потому что здесь комната такая немножко, темная. Все, она больше света. Нормально. Так, ну что, все сделали. Денежки уже отдала. Давайте проверяем. Так, с одной стороны. С другой стороны. И вот так вот. Смотрите, раз все. И еще есть вот такой вот пульт. Пульт, кстати, можно еще к стене. Вот штучка такая есть к стене. И он, видите, подобрал сам черного цвета, раз здесь черное все. А в нашей комнате мы будем делать. Заказали уже. Скоро будем делать. Там будет белый пульт, потому что там все белое. В общем, так. Так, отлично. Ну и здесь тоже включить. Все замечательно. Надо включить сначала. Поиграть хоть. Здорово. Здесь, видите, получается, я попросила, чтобы над этим сделали. Чтобы здесь можно было подойти. Видно было, да. А здесь поближе, потому что там лежит, там читает, чтобы можно было чуть-чуть поближе. Так вот. Почти, да, в шахматном порядке получается. Вот. Сейчас мы будем красить. Сейчас, наверное, по магазинам съездим, а потом будем красить. Вот здесь вот серая у нас красочка вот эта осталась. Там все внутрь покрасим. Потом туда линолеум в постели. И надо купить еще нам плинтус. Потом уже заносить будем мебель. Ну что, мы собираемся в магазин. Хочу показать свой аутфит на сегодня. Кроссовки еще розовые надену. Но, в общем, вот у меня взяла большую сумку. Тут у меня документы, паспорт на квартиру. А вдруг мы увидим линолеум. Надо посмотреть размеры той комнаты. Чтобы не переписывать, все сложилось сюда. У меня тут много всего. Надо, наверное, вытащить кое-что. Все документы. Тут, в общем, шапку надела новую. Никак не могу привыкнуть к этой модели. Вот видите, она такая совсем зауженная. Пуховичок старенький надела. Ну, потому что в машине буду костюм розовый. В общем, это вот сейчас шесть светильников. И то, мне кажется, что мало. Мало. Или нормально видно? Нормально. Но ему нормально. У него уже здесь все равно столе. Еще светильник будет. Приедем, потом уже будем все докрашивать. Здесь отсюда надо убирать. Будет мыть все. В общем, сейчас пока по делам. Пуховик. Пуховик бы какой-то был. Вот такой вот болоневый, тоненький. Это так уж в машине сидеть. А если куда-то на выход, лучше бы, конечно, с поясом какой-то досюда. Ладно, все. Поехали мы по магазинам. Посмотрим. Двери посмотрим. Линули мы посмотрим. Еды надо набрать. Мясо купить. Мне кажется, у нас все уже съедено. Мы сейчас съездили в магазин двери, где продают. Посмотрели хорошие двери. Присмотрели уже. Вызвали мастера, кто устанавливает, чтобы он сначала нам померил все эти дворы. Все, что нужно купить. И завтра должен прийти измерить все, что нужно купить. И потом завтра я съезжу, куплю двери. Мы сейчас пока идем в магазин «Чайка». Называется у нас. Давно тут не были. Здесь много всего продают. Продукты. Мы заходим домой. Я немножко разложила покупки наши. Были в «Чайке». Вот как раз купили пиццу. Хотели пиццу. Там вот по кусочкам продается. Не целая, а по кусочкам. Все, что вот было, я забрала. Так, «Сицилия», «Карбонаро» или наоборот. И с грибами. Здесь у нас свинина с говядиной, котлеты. Фарш свинина с говядиной, домашний фарш, хлеб. Голень курина, свинина, окорок свиной, сыр, печенье, булочка. Это мы сейчас еще заезжали к бабушке. Она морковку дала и она оладьи вот испекла. Вот, говорит, возьмите дома со сгущенкой или с вареньем поедите. Капучино. Знаете, какой-то скидл на кассе увидела. В общем, сегодня вот немного мяса взяли, а завтра, наверное, за фрукты. Идем. За фрукты поедем. А, еще вот пирожное трюфель. Я так поняла, что это типа картошки. Ну, сильно-сильно захотелось что-то прямо сейчас поесть. Так-то можно, конечно, шоколадную кубасу самим сделать. В общем, вот небольшие покупки. Дети говорили, мама, возьми пиццу обязательно. Вот, это папе с грибами ест. Это нам. Ну, и тут вообще получается, что вам по две, нам по одной. Вам по две, нам по одной, да. Всем приятного аппетита. Давай чайник сейчас согреем с чаем, что ли, хоть. У нас уже почти вечер. Вот тут докрашиваем. Кирилл докрашивает. А здесь, значит, стену покрасили. Писали, что покрасьте. Вот, все, покрасили. Теперь он еще батареи в некоторых местах хочет подкрасить. Ну, и там, наверное, с той стороны. Бук, ну, сколько войдет. Все. А здесь у нас там кусок, да, будет линолеума. Плинтуса уже приделываем. Устанавливаем. Здесь вот только с этой стороны не будем. Кстати, в общем, все, мы договорились. Завтра придут измерять, потому что, видите, у нас везде разные. Вот здесь вот толщину надо, доборов. В туалете с ванной там друг, друг. Я не понял, где маленькая. Здесь надо немножко подкрутить. Вот эти доборы, они у нас разные. Здесь больше, в туалете в ванне меньше. Вот он будет писать, что купить. И мы уже будем покупать. В общем, четыре двери точно берем. Вот эти две. И в туалет в ванне две. И, не знаю, может быть, еще про эту спрошу. Дверь. В общем, нам надо ее, знаете, что? Убрать вот эту дверь. Там, как сказать, заполнить. Там пусто. Чтобы закрыть и сюда двери сделать. Но единственный вариант, только что будет дверь вот сюда открываться. В эту сторону. Здесь опять включатель. Либо вот это вот все убирать. И я потом буду шкаф, шкаф-купель, наверное, скорее всего, сюда поставлю. Большой, длинный. И эта сторона не будет. В принципе, зеркало и не надо. Наверное, раз здесь зеркало есть. Это тоже будем красить. Я хотела сначала их покрасить, потом двери установить. Не знаю, посмотрим, как получится. У нас послезавтра еще и потолки должны натяжные в нашей комнате делать спальню. Сейчас я покажу. Знаете, что хотела спросить? Совет. В общем, смотрите. У меня вот такая люстра. Она, наверное, плохо видна. Она, в общем, вот так светится, отсвечивает все. И если вот так второй раз включить, вот она начинает вот так мигать по-разному. Люстра сама серебристого цвета. И вот здесь вот такие вот лампочки какие-то галогенного или что-то очень красиво, когда вот так она мигает разными огнями. Ну, в общем, он нам посоветовал убрать вообще ее. Здесь будет 8 светильников. Если я эту убираю, то посередине будет 9 светильник. Светильнички здесь будут вот так по всей площади. Я не знаю, оставить, не оставить ее. Она так-то красивая. Но он говорит, подумайте и скажите мне, надо оставить ее или нет. Он говорит, лучше убрать. А здесь тоже уже замерил все. Это уже сначала в спальне сделать будет. Потом здесь потолок этот, естественно, люстру убираем. И здесь что-то интересное. Полукругом, может быть, светильники сделаем. Как-то вот так. В общем, думаем, думаем, как сделать. Сейчас это все установим. Установим, надо сказать, там покрасим. Унесем мебель, соберем кровать. Здесь все освободим. Место освободим. И уборку надо будет сделать. Пенал тоже он здесь стоит. Пенал унесем туда. И опять двигать надо будет мебель в спальне. Когда будем устанавливать, в общем, на черный потолок. Шкаф не мешает. Там ему говорит, можете оставить. А диван и кровать, надо сказать, с собой будет двигать. Отодвигать угол надо ему. Ладно, потихоньку все разделаем. Потихоньку сделаем. Осталось-то только... Самое главное, вот нам межкомнатные двери. Сюда линолеум. Сюда линолеум. Межкомнатные двери. Потолки. Потолки вот здесь сделаем. Немножко, наверное, передохнем. Потом там сделаем уже в следующем месяце. Может быть, в прихожей, на кухне. В столовой надо будет тоже сделать. Потолки надежные. Ну, вот такое что. В общем, делаем косметический ремонт. Как и мы решили, косметический ремонт. Все равно хочется, чтобы было все чистенько, все хорошо. Здесь еще обои, да, и надо будет покупать. Но это может быть обои уже в следующем месяце. Сейчас просто уже тяжело. Устали все. У меня мужчины в основном все делают. Тоже, как бы, устали немного. Ну, ничего. Сейчас вот сделаю в комнате. Здесь линолеум постелем, и все. Обои в следующем месяце уже будем клеить. И сейчас, через месяц ровно. Вот уже хочу обои сделать. Знаете, как, например, у нас, раз эта комната серая, спальня белая, здесь будет два цвета в этой комнате. А будет одна сторона белая, в крапинку, в серенькую. Я как-то показывала, да, когда мы обои выбирали. Мне понравились обои. Одна будет очтыка, стена, а другая будет, например, серая полностью. Светло-серая, светло-серая. Вот. А потом, что-то, спальня, спальня. Все, заговаривайся. Столовая, например, будет тоже светло-серая. Кухня белая. Белая. Но я имею в виду вот эти вот панели в белый цвет покрасим. Прихожая тоже белая будет. И у нас получится все. Все везде будет белая, серая. Вот так вот. Вся квартира будет такая. В одном цвете. Линолеум один. А двери все одинаковые. Линолеум везде одинаковый. Потолки тоже, наверное, скорее всего, будут везде одинаковые. Потому что как бы белые, вот мы сейчас делаем. Белые – это классика. Тут любой интерьер меня, любые обои, да, и будет всегда все подходить. Здесь сначала хотела, знаете, есть потолок натяжной, как же он называется, парящий потолок. И есть еще по-другому двухуровневый потолок тоже. Это намного, конечно, дороже. Он говорит, даже не в два раза, даже раза в три дороже, если это делать. Ну, вдруг все-таки надумаем. Не всегда здесь жить. Жалко. Всегда. Жалко будет все это потом продавать по дешевке. Многие спрашивают, не могут понять. Пишут в комментариях, почему продать-то потом нельзя будет. Потому что если мы вот это все сделаем, мы это же добавим, как сказать, добавим к стоимости, за сколько мы купили, мы это все будем добавлять. Потом дороже не продать. Ну, вообще смысла нет это все делать. Вообще евро-ремонт потом не продать. В убыток только себе продать. Дорого никто не купит такие квартиры. Эти, как бы, дома, они же не новые, не новостройки. Но здесь это самый-самый центр. Еще раз повторюсь, взяли эту квартиру, потому что рядом со школой. Вообще рядом-рядом центр, рядом со школой, тут рядом мама, рядом школа, рядом все магазины. Мы сразу изначально планировали так. Вот. Ну и квартира нам нравится. Квартира нам очень нравится. Тем более сейчас потихоньку то одно, то другое дело. Мы уже знаете, она совсем не такая, как вот мы ее купили. Я потом постараюсь снять видео, как была квартира и как она стала, да. Обязательно поснимаю, фото сделаю до, после или видео. У меня там где-то оно осталось, это видео, когда мы, ну, только купили, рум-тур был, да. Буду показывать, как была комната, как стала. Все равно колоссальные изменения. Пусть даже у нас, мне пишут многие, вы неправильно очередно сделаете. Сначала то делаете, потом другое, когда надо наоборот. Пусть оно, пусть как вот мы делаем, вот как мы делаем, как нам приспичило, так и делаем. Мы же для себя делаем, мы же не, как сказать, мы же не мастера по ремонту, мы же не кому-то делаем для себя. Как вот нам вздумалось, так и сделали. Нам нравится. Все равно получается в итоге хорошо. Многие мне пишут, что в итоге все равно получается очень хорошо. Спасибо большое за поддержку, спасибо за ваши комментарии. Очень-очень приятно. Так, все. Мужчины люди. Мужчины собирают кровать. А здесь все, серенька стала красивая. Сейчас немножко там подсохнет, я кусочек линорного. Да, поставим. Ну и, наверное, плинтушь, может быть, даже под батарею войдет. Вот, сейчас посмотрим. Здесь пока не будем плинтушать. Да, кстати, пишут, что можно подоконник покрасить. Пока не думаем, но видео на ютубе тоже красят. Надо зашкуривать хорошо их, чтобы они были более-таки шершавые. И краска тогда нормально покрасится. Тогда видео тоже в любой цвет можно покрасить. Итак, ребята, мы здесь закончили. Под батареями закончили. Плинтуса поставили. Напольные. Здесь, в общем, докрасили все. Уже начинаем тут мебель. Вот они собрали кровать. Раскладывать надо. Ну и начнем уборкой заниматься. Либо сейчас, либо утром. Здесь вот надо все убрать и помыть подоконник. Сейчас, наверное, все приберу. Ну вот, мои хорошие. На этом сегодня буду заканчивать свой влог. Спасибо, что посмотрели. До завтра. Все. Я, в общем, подоконник помыла. Все пыль убрала. Помыла. Сейчас надо подместить здесь и замыть еще раз. Пол помыть. Наверное, будем сегодня пятый раз уже пол мыть. Еще стены. Раз у меня боящиеся. Я намочила тряпку влажненькую, сделала. И вот здесь вот все-все-все протерла. Чтобы от пыли. Все. Кирюша, ты не со свинечек? Ну все. Теперь точно все. Пока-пока, мои хорошие. Сейчас стол будем ставить. Продолжение следует.